Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Приветствую всех, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ» — это программа «Лучшая в стране». Я Александра Хайрулина. Я очень рада представить вам своего сегодняшнего гостя. Друзья, поэт, автор популярных песен Александр Вулых. Саша, добрый день! Добрый день! Очень рад в такой нарядной новогодней обстановке прийти к вам в гости. Спасибо огромное! Ну и программа у нас называется «Лучшая в стране», и, естественно, ты обязательно должен был стать героем этой программы. Спасибо! Да, потому что не то, что один из лучших в нашей стране, многие у тебя считают и культовым поэтом, и самым продвинутым, не знаю, поэтом современности, а ты себя как бы, ну, знаешь, так назвал скромно. Ну, я считаю себя рядовым автором, вот, членом российского авторского общества. Поэт — это звание, это профессия. Просто, как говорил мой друг Роман Трактенберг, к сожалению, ушедший от нас несколько лет назад, говорит, нужно быть лучшим во всем. Чтобы быть лучшим, нужно запомнить три вещи. Надо всем говорить, что ты лучший, чтобы все об этом знали. Надо самому себе говорить, что ты лучший постоянно. И третье, самое простое, надо быть лучшим. Самое простое, ну, конечно, разумеется, в кавычках. Саша, огромное количество замечательных стихотворений, что называется «На злобу дня». Я думаю, люди, которые, ну, почему-то там в силу каких-нибудь очень таких действительно весомых причин не подписаны на твои странички в соцсетях, не являются там друзьями на Фейсбуке, им нужно сделать это обязательно, потому что таким образом они будут смотреть и на политику другими глазами, и, в принципе, будут в курсе вообще всего происходящего. Совершенно верно, Саша. Ну, подписывайтесь, друзья, я открыт для всех. Что касается актуальности, скажи, насколько тебе вот сложно это удается или достаточно легко и просто? Ну, во-первых, я был один из первых, кто на радио вот в таком ежедневном режиме отражал жизнь. Так, как раз на злобу дня строчки, по-моему, все с 98-го года, если не ошибаюсь, началось на этой радиостанции. Вот, 99-й год, и ежедневно, значит, главное выхватывало какое-то главное событие, может быть, не совсем главное, может быть, второстепенное, но какое-то яркое, которое отражало в коротких таких стихотворениях, как «Маяковский в окнах роста». Вот, а что, ну, действительно, поэт должен чувствовать пульс времени и должен быть понятен и актуален с современностью. Конечно, и любому возрасту. Хотя это было, вот я вспоминаю то время, это было довольно сложно, потому что ежедневно писать стихи, чтобы это было вот как крылатые фразы, которые вылетают и сразу расходятся, разлетаются по всей стране. Конечно, это сложно, потому что, ну, настоящие хорошие стихи, они по большому счету рождаются редко. Очень сложно быть, вот, чтобы у тебя хиты, шедевры в ежедневном режиме, а то и по несколько раз в день. Но это работа, и я был уже доволен, если хоть какое-то стихотворение запоминалось. Получила свою жизнь и ушла уже в народ на цитаты. Да, и уже уходила. Вот из этой вереницы стихотворения несколько стало такими уже, вот, можно сказать, культовыми. В частности, так появилось стихотворение потом про Хулио Эглесиаса, вот, известное. Да, это уже легендарное произведение, конечно. Вот, тоже из этой вот... Скажи, пожалуйста, я ведь, я предполагаю, хотя, может быть, если я не права, ты меня в праве, это исправь. Когда ты пишешь вот какое-то стихотворение на злобу дня, и героем у тебя становится человек известный, человек-современник наш, ты все-таки стараешься его, ну, если и обидеть, и задеть, то минимально подбирать, то есть ты мог бы и жестче рубануть, но ты все-таки понимаешь, что сейчас огромное количество людей это все будут слушать и читать, и дойдет до этого человека рано или поздно. Знаешь, когда, ну, давно еще, в 90-х годах, когда я был журналистом в одной из газет московских, пришел я на пресс-конференцию. Я не буду говорить, кто вел пресс-конференцию, тоже известный режиссер. Я решил пошутить. Это был то ли конкурс, там, очередная Ялта или Юрмала, не помню. Я встал серьезно, вообще, все самые смешные шутки нужно говорить абсолютно на полном серьезе, да, на голубом глазу. Ну, всем известно, что любой уважающий себя большой конкурс определяет победителей заранее. Ну, что мы здесь сидим и изображаем из себя в это самое, а кто, а кто будет участвовать? Интрига какая-то интересная. Давайте уже скажите, кого вы там выбрали, и мы тут запишем. И побыстрее на банкет. Да, на что он ответил. Я хочу напомнить журналисту, который задает вопрос, потом мы, правда, с ним подружились уже на много лет, что на улицах нашего города еще постреливают. Это тоже было серьезно сказано? Ну, абсолютно. Так же, как я задал серьезный вопрос. Правда, многие у нас юмора не понимают, поэтому возникла такая, значит, сразу журналисты это подхватили, вот, угрожают нашему коллеге. Вот так вот сейчас в такое время живем. Опасно, как страшно жить и так далее. Вот так что бывает. На самом деле, я стараюсь самое главное, чтобы это было смешно. И, конечно, приятно иметь дело с людьми, у которых есть чувство юмора. Я совершенно недавно написал такое вот шутливое произведение о том, как Ксения Собчак стала президентом. Так она его выучила наизусть? Ей совершенно случайно попалось это стихотворение. Она его моментально выучила и озвучила с большим удовольствием. И все это разлетелось по соцсетям, по мобильным контентам. Ну, я так понимаю, что произведение «Обо мне узнала Ксения Собчак» — это уже была импровизация, фантазия на эту же тему. Друзья, Александр Вулых сегодня у нас в гостях. Программа «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна.ФМ». Саша, предлагаю послушать нам и посмотреть на Севару, найти и потерять ваше авторство, между прочим, господин поэт. Да, я для этого альбома сделал несколько песен, даже не несколько, шесть песен. Ну и вообще, надо сказать, огромное количество артистов, уже, мне кажется, около тысячи песен, наверное, написано, известных, любимых всеми. Ну, всеми любимых настолько известных нет, но я думаю, что сотню-то насчитать можно. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжается программа «Лучшая в стране». Сегодня у нас в гостях поэт, автор популярных песен Александр Вулых. Саша, хотела у тебя вот что спросить. Скажи, пожалуйста, твои герои, которые вымышленные, ну, например, там, Алены и Лыся, или там, Сунна Хулио, да. А скажи, пожалуйста, они с тобой существуют, они появляются, нет? Просто некоторые сценаристы рассказывают, что их эти персонажи порой одолевают. Хотя, может быть, это уже из области, там, клиники какой-то. Ну вот у тебя как это происходит? Во-первых, хочу тебе сделать комплимент. Это настолько приятно, понимаешь, когда в курсе героев, которые, я вот сейчас об этом совершенно забыл, об этих двух девушках, а ты напомнила. Они прекрасны. Они, ты знаешь, они живут своей жизнью. Иногда в процессе сочинения я даже не знаю, как они себя поведут. И бывает у меня так, что концовка произведения меня, там, удивляет или огорчает. Но я сам не ожидаю, что мой герой поступит именно так. Вот так. То есть, когда ты начинаешь писать первые строчки, ты абсолютно не знаешь, выживет ли твой герой, к примеру, да, условно? Не знаю. Так вот случилось со стихотворением «Баллада о случайной любви» про Илью Николаевича Уткина. Не буду говорить, но если есть желание, я могу его прочитать, просто я вспомнил. Конечно, конечно. Вот именно так и произошло в этой истории. Мужчина Илья Николаевич Уткин работал в столичном Мосводоканале. Он не был уродлив, хотя проститутки ему и за деньги порой не давали. Он после работы не смел показаться ни в кинотеатре, ни в чьей-то прихожей, поскольку весь запах полей аэрации впитал он в себя всеми фибрами кожи. Поэтому часто, кусая в кровь губы, он просто гулял, не мечтая о чуде, в районе, где возле известного клуба в ночи тусовались гламурные люди. А стройная девушка Котова Нелли в модельном агентстве «Евендис Петролиум» была, разумеется, фотомоделью, снимавшейся в клипах у мумии тролля. На кастингах, что ежедневно бывали для всяческих съемок, больших или малых, ее, как модель, никогда не сливали, а даже, напротив, снимали в журналах. Она разъезжала на красной «Феррари», на малолитражной, но очень прикольной, которую ей подарил ее парень, работавший старшим курьером в Лукоиле. И вот, после кастингов «Дикой гвоздики» она направлялась в тусню на танцполе, и песня дуэта «Алсу и Энрике» привычно звучала в ее магнитоле. И тут, перед ней, в городской карусели, мужской силуэт промелькнул возле арки. И еле успела несчастная Нелли педаль тормозную нажать в аномарке. «Да что же вы не видите? Едет машина!» Она закричала, подобно белуге, и вдруг осеклась, увидав, как мужчина застыл перед ней в неподдельном испуге. «Илья!» – он сказал, уронив сигарету. Она обронила в ответ. «Извиняюсь, я, в общем-то, с кастинга, в общем-то, еду». Зачем-то она уточнила, смущаясь. «Садитесь». Он сел. «Вам куда?» «Я не знаю». И сколько бы еще продолжался театр, но через секунду, того не желая, она надавила на акселератор. Они по Москве на машине летели сквозь лица, что были темные угрюмы. Она говорила, что ей надоели все эти духи, все эти парфюмы, что вот, встречался мужик в самом деле, который не пахнет кортея шинелью. А он наблюдал за коленкой Нелли, за голой ногой под приборной панелью. Стеснительный дождь моросил на бульваре, слегка освежая усталые вязы. Она отдалась ему прямо Феррари и стошно крича непристойные фразы. Но дождь все сильнее стучал по кабине, и утро сгущало свинцовые краски. Ее ожидали друзья в Цепелине, его – полбутылки молдавской фитяски. Была ли любовь у Ильи и у Нелли? Была ли их встреча наполнена светом? Он в Яузу бросится ночью в апреле. Она никогда не узнает об этом. Боки! Браво! Вот такая вот история, грустная. Не знаю. Ну, невероятно, трагедия, да. Но это жизнь. Меня спрашивают, почему я так ненавижу своих героев. Почему я кого-то топлю, там... Ну, так происходит в жизни, я не знаю. Они заслуживают это, в общем, да? Да, да. Почему так это происходит, сказать не могу. Когда впервые приходят герои к тебе, ты его видишь как-то? Он прямо... Есть у него портрет какой-то? Или только вот черты характера ты чувствуешь? Речь. Для меня очень важна речь героя. Потому что речь, по ней можно создать его... Воссоздать его образ. Его внешний вид. Его происхождение. Его национальность. Мне вот очень нравится, как ты как раз говоришь про использование нецензурной, ненормативной лексики в своих произведениях, говоря, что это речь героев. Это даже не моя, не адреская речь. Безусловно, конечно. Потому что он говорит именно так, как говорит в жизни. И ведь употребление инвективной лексики, обращение с ней, тоже многое говорит о человеке. Как он с ней обращается. Есть выдающиеся писатели, такие как Довлатов, Юза, Лешковский. У них инвективная лексика играет, как драгоценные камни в их предложениях, в их речи. Да, да. Соглашусь абсолютно. А кто-то может там говорить так, что это невкусно. А у кого-то, наоборот, из народа какой-нибудь современный дед щукарь. Он так использует эти слова, что заслушаться можно. Художественно, да. И это не вызывает действительно какого-то такого отторжения. У нас сейчас Лолита на очереди, Саш. Как раз твое авторство тоже «Ты моё море». Прекрасно. Одна из самых таких последних работ артистки, насколько я понимаю. Кстати, это не единственная песня в репертуаре Лолиты на твои стихи. Дружба давнего связывает. Да, мы с Лолитой очень дружим. И вот эта песня, она возникла случайно, можно сказать. Лолита мне позвонила. Саш, потом продолжим. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Даграмма продолжается. Александр Вулых сегодня у нас в гостях. Поэт, автор популярных песен и песни на стихи Александра поёт. Ну, огромное количество артистов. Это Филипп Киркоров, Николай Носков, Жасмин, и точно знаю, Катя Леля, Александр Маршин, Наташа Королёва, Диана Гурцкая, Аня Лорак, Игорь Саруханов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина. Огромное количество артистов, Саша. Это успех. Ну и премии у тебя уже накопилось, мне кажется, приличное количество за популярные песни. Только что мы буквально послушали песню «Лолита, ты мое море», посмотрели клип, ты нам обещал рассказать, как появилась эта песня. Лолита сама попросила, да, сочинить её? Да, вроде всё так случайно. Она позвонила, говорит, вот есть мне ребята с Украины, прислали музыку, вроде такая симпатичная, но слова, в общем, там совершенно как рыба. Поэтому если ты напишешь, то я её возьму. И я как-то очень быстро, вот эта песня родилась быстро. То есть практически решила судьба украинских композиторов в данном случае. А, да, молодых ребят, которые, кстати, «Лолита», она помогает молодым и очень-очень за них прямо переживает. И всё, и тут, ну, всё случилось. Но самое главное, что песню полюбили. И она мне вот звонила накануне, мне прислала звуковое сообщение. Еду на очередные гастроли. И когда я её пою, зал телефоны, зажигалки, всё, и зал поёт сразу, с первой фразы. Это правда, она действительно полюбилась, и она даже в нашем эфире, в эфире «Страна ФМ» есть в двух версиях. Вот такой ремник свой подвижный, и такая вот достаточно романтическая история. Когда ты писал стихи, ты же понимал, что это будет исполнять «Лолита». Каким-то образом вот её фигура влияла на написание песни? Прежде всего, вот знаешь, когда понимаешь, кто будет исполнять песню, это как работа портного. Конечно. Ты видишь, какая фигура у человека, видишь, какой образ у него на сцене. Да, пойдёт ли этот флосон опять-таки, цвет. И поэтому здесь вот чуть-чуть в плечах пошире, а в талии поуже для мужчин. Вот, а здесь вот так, да. Лолита, наверное, она самая вот сермяжная и самая искренняя артистка на нашей сцене. Она такая, какая есть в жизни. Она не выходит на сцену, у неё меняется маска и другой образ. Она вот такая, как есть. И под маской, может быть, такой вот рубаха женщина, да, рубаха там парень, скрывается очень такая, очень тонкая натура. Очень иронимая, тонкая, искренняя, которая, ну, совершенно не монтируется с законами современного шоу-бизнеса. Не монтируется. Хотя все мы, все мы в нём, ну, живём и выживаем. Ну, а что делать? А поэт Александр был охранимый человек. Легко обидеть поэта в наше время? Поэта обидеть может каждый, как ты понимаешь? Художника обидеть может каждый. Ну, мне помогает чувство юмора. У Лолиты есть ещё одно замечательное качество, которое, кстати, редко присуще женщинам. Это чувство самоиронии. Ох, да, это правда. Она может вот на себя смотреть со стороны. Истебаться, кстати, вот это вот качество тоже редкое. Вот оно есть у Ксении Собчак. Потому что посмеяться над собой и сделать это с удовольствием могут немногие. Вот. Так что вот песни, песни рождаются по-разному. Бывает, что песню напишешь, а потом пройдут десятилетия, прежде чем эта песня увидит свет. Да, и её полюбят многие. Так вот произошло с песней, которую мы знаем в исполнении Анжелики Варом «Два крыла». В начале 90-х Вова Пресняков показал мне музыку. Я написал этот текст. А уже в 2000-х, да, он был в гостях у своего друга Леонида Агутина, и там как-то вспомнил эту песню. Очень хочу попросить тебя что-то прочитать. Потому что невозможно не воспользоваться... Можно я буду подглядывать? Нужно, конечно. Потому что да, я хочу... Я думаю, что абсолютно каждый из нас отнесётся с пониманием, потому что невозможно в голове держать такое количество образов, строчек, мыслей. Называется вот, пожалуй, это такое программное стихотворение, когда спрашивают, что есть профессии поэта. Я вот её определил так, как дрессировщик слов. У меня простое ремесло. Удивлять, наверное, и нечем. Я всего лишь дрессировщик слов, звуков человечей русской речи. Я беру их из лесу домой, как зверушек на руках качая, чтоб кормить холодную зимой свежей рифмой за холодным чаем. Друг за дружкой я их строю в стих, объяснив условия задачи. Непослушных ёжиков своих, наречённых так, а не иначе. Для того дана мне голова, а в придачу к ней язык и имя, чтобы беспризорные слова воспитать домашними, родными. Тайну благозвучия храня, задыхаясь от любви и боли, сколько их прошло через меня перед тем, как убежать на волю, чтобы не томиться в заперти, устремляя взоры к небосводу, чтобы в новой жизни обрести крылья для полёта и свободу. Потому я и раскрыл тетрадь собственного мира отражения, чтобы их просто научить летать силой своего воображения. Если ты поднимешь к небу взгляд и зацепишь им с полоборота, как по небу ёжики летят, знай, что это всё моя работа. Очень красиво. Огромная любовь чувствуется к своему делу в этих строчках. Мне кажется, так. Ну вот, просто если к словам относиться как к зверушкам, таким вот, которых нужно приручать. Но при этом ответственно каждому слову. Конечно, отвечать за свои слова. Да, за каждое слово. Саша, если можно прям коротко, я думаю, что просто многим любопытно, может быть, кто-то не в курсе вообще о том, как появился и родился поэт. Ты же из Москвы, да? Но в семье архитектора, папа архитектор известный. Потом текстильный институт, работа на заводе, потом журналистская работа. Да. И уже только после этого стали появляться стихи и работа, сотрудничество со многими радиостанциями, телеканалами, именно как поэта Александра Волуха. Да, совершенно верно. Ну, стихи я так пробовал, начинал писать и в студенческие годы. Всё это было таким... Ну, отточивание, может быть, всё-таки тоже немножечко, поиск себя, подражание. А потом уже, когда, естественно, я начал изучить, я увлёкся, я читал много литературы, русские, прежде всего, это русские поэты, да, классика, на которой без знания, которой невозможно быть поэтом, вырасти поэтом, без знания фундамента. Вот. Потом уже, когда после института я пришёл на фабрику текстильную, и мне... меня переполняло чувство, желание писать стихи, а не заниматься той работой, которой я занимался. Я, чтобы никто не замечал, чем я на работе реально занимаюсь, я писал стихи в строчку, разбивая их цифрами, чтобы с виду можно было подумать, что я о чём-то серьёзном занимаюсь, какие-то отчёты. На самом деле я писал стихи, когда другие шли наперекур курить. И всё это пока складывалось потихонечку в стол куда-то, в тетрадку, в палочку. И в то время, ну, у меня практически не было шансов быть опубликованным. Я помню одно из старых первых своих стихотворений называлось «На душе, как на вокзале, где не ждёшь, не провожаешь, словно денег перезанял для кого и сам не знаешь. Может, и билет купил бы, да уехал смеха ради, но молчит в душе копилка не разбить и не истратить. На душе, как на вокзале, не спеши, не проворонишь, не встречаешь исказания, не проводишь на Воронеж, но стоишь на каланчёвке и не знаешь, что случилось. А в душе по мелочёвке накопилось, накопилось». Накопилось. И вот я это стихотворение приношу, ну, и несколько других, в журнал «Юность», а там сидит такой летконсультант, значит, уже, который говорит, «Александр, ну, посмотрел эти стихи. Ну, вот вы пишете, что на душе, как на вокзале, где не ждёшь, не провожаешь. А зачем вы туда пришли? Ведь человеку нечего делать там, если он не встречает и не провожает. И вот, да, я сижу и не понимаю, а как мне с ним разговаривать? Как объяснять? Что поэзия как раз это о том, что ты объяснить-то не можешь. Выразить необъяснимое или неясное и неясно выражаться – это разные вещи. вот, иногда переполняют… Почему молодые люди пишут стихи? Молодые люди или девушки, когда приходят первые чувства, когда приходят вообще чувства, да, которые хочется выразить словами, а выразить ещё не для этого возможности. Класса такого, да, даже элементарно. Поэтому именно желание поделиться чувством, да, любви, возникшей первой, или одиночества, или радости от того, что мы переживаем в молодые годы, в молодом возрасте, как правило, поэзия – это удел молодых, потому что именно молодой человек ощущает весь спектр жизненного кайфа. А потом он, как шагреневая кожа, становится меньше, меньше, уже, и остаётся только жизненный опыт, понимание чего-то, да, уже совершенно другие стихи. Саша, очень много у тебя выступлений, концерта, да, и по городам, и по странам, по другим, творческие вечера. Вот скажи, пожалуйста, публика на сегодняшний день, которая приходит на твои творческие вечера, она ждёт от тебя всё-таки юмора, сатира какой-то, или, в общем, она даже не прочь послушать и философские произведения, и лирику какую-то? Я очень люблю свою публику. Пусть она у меня не такая многочисленная, да, как бы, ну, просто я устраиваю, эти концертики в небольших залах, но публика, которые приходят ко мне, в основном, это те читатели, которые меня знают, и которые понимают, что вот можно отдохнуть. Они ждут свои любимые произведения, они читают вместе со мной, они хотят улыбаться, потому что заставить человека рассмеяться гораздо тяжелее, чем заставить его заплакать. Рассмешить – это целое искусство. – Пожалуй, да. – И закон «как», какие рецепты, нет, это всегда алогичное что-то, да, это всегда то, что выбивается из ординарного ряда, из закона логики. Поэтому, если мне удается рассмешить зал, если я вижу улыбки, смех, когда я читаю, для меня это самая большая награда. Иногда мне хочется все-таки вернуться и к лирике, и тогда я так умело вкрапляю то, что мне хочется почитать. И публика воспринимает. Потому что самое, когда ты качаешь чувства от смеха, нельзя смеяться все время, потому что заболят мышцы лица. – И свисти может даже мышцы, конечно. – Я помню один из концертов тоже, к сожалению, не ушедшего от нас Михаила Николаевича Задорного. А он так любил смешить, он добивал вот зрителя, добивал жутку. Он когда уже видел, что люди валяются от смеха держать за животом, он все равно добивал. Вот это такой кайф, от этого очень трудно удержаться. – Александр Вулых у нас сегодня в гостях, поэт, автор популярных песен и, между прочим, еще и поэт-переводчик. Саша, была же такая история в твоей жизни, да? – Да, было. – Румынский, молдавский языки, какие-то еще? – Могу рассказать, связанные с этим забавные случаи. Это было в период, когда я писал либретто-мюзиклы «12 тулов». Была и такая страница в моей жизни. – Да, да, да. известный мюзикл, который шел в течение восьми месяцев в 2003-2004 годах. И меня все время подкалывал продюсер, цикал, Саша, говорит, вот ты там переводчик с румынского, Трахтенберг, ты вообще меня называл румынский поэт. И говорит, а слабо тебе написать арию там для, скажем, Остапа Бендера, да, потому что он Элочка, людоедка, он ее очаровывает всем иностранным. А что он мог знать иностранное? Только румынских контрабандистов, которые там привозили товар откуда-то из Констанции. Наверняка он пел какую-то песенку на румынском языке. Вот и напиши. Я написал румынское танго. И я очень гордился этим, потому что те, кто знал язык, и румыны, молдаване, они потрясающе, они читали, что это песня. Их, да, земляк написал, как минимум. И я ждал этой премьеры, как отреагируют. Но это был единственный номер, где было гробовое молчание. Потому что понять всю тонкость и высочайший уровень моего знания языка и могли только румыны и молдаване, которых на мюзикле не было и быть не могло. Поэтому простая публика наблюдала за этим номером, конечно, недоумевая. Хорошо, что Ипполит Матвеевич, герой Киса Воробьянина, он делал синхронный перевод и пытались уловить, о чем это было. Ну, в общем, такой получился сумбурный номер. Но сейчас ты переводишь? Нет, уже сейчас подзабыл, хотя в свое время это было достаточно актуально и живо. И приносило какой-то заработок. И заработок, а главное это опыт. Потому что переводческий опыт очень многое дает для написания, для умения писать тексты на музыку, на любую. То есть ты очень хорошо ориентируешься в форме, когда ты переводишь. А вот, кстати говоря, чаще приходится писать тебе песни на музыку или все-таки стихи сначала, а потом уже композиторы ваяют? Сейчас я больше люблю писать на музыку. Потому что все-таки когда пишешь сам, а я не композитор, форма, поэтическая форма, она чаще всего, ну что у нас, лаботанический стих, пять размеров, и, ну, я не вижу музыкального развития. А уже потом, когда композитор что-то просит добавить или там удлинить, укоротить строчку, уже потом... Ну, это уже легко, очень делается. А так, когда я музыку, я ее слышу, я чувствую, чувствую, о чем это, какая в музыке есть, какая струна, да, какой нерв. Ну, я не буду просить тебя исполнить, конечно, песню, но я с удовольствием хочу попросить тебя, конечно, что-то прочитать, Саша, из стихотворений. Ну, давай... Знаешь, вот мы говорили о прошлом, 90-е годы, а сейчас вот канун 2018-й год, когда предстоят выборы президента. Конечно, да, эта тема все более актуальна. Я в свое время написал, тоже были выборы, и я думаю, что старшие поколения помнят эти выборы, да и не только старшие поколения, молодежь, когда был голосу или проиграешь, когда мы выбрали президента от того, кого выбрали, вот, и тогда я написал такую ностальгическую элегию, которая называется «Я не стал президентом России». Над Москвою дожди моросили, ровно в полночь, в 12 часов, я не стал президентом России, не набрался процент голосов, не набрался и я в этот вечер у ларька, где взывала икра вместе с банкой болгарского леча. Голосуй, или ты проиграешь, закусывай лучше убойно и достойно под мухой держись, чтобы мучительно не было больно за бесцельно прожитую жизнь. Я не стал президентом России и закусывать тоже не стал. Над Москвой дожди моросили, и вожди обрели пьедестал. Я устал, и не зря парикмахер вместо стрижки оля Депардье просто взял и послал меня нахрен, не сказав по-французски о Дье. О, Мунди, как меняется время, все труднее себя узнаю, и добрее, ладонь, бродобрее не ложится на шею мою. Только ты с каждым днем все красивее, словно лебедь над чистым прудом. Был бы я президентом России, подарил бы тебе белый дом, там в тиши не колышутся флаги, там не слышится гуман людей, там не чувствуешь тягостной влаги над Москвой моросящих дождей. Но народ мне не выдал мандата, и как нищий, пробравшийся в гум, я бреду по России куда-то, а куда сам понять не могу, я бреду по России, и в суе за моим, за твоим отголоском огня голосует рука, голосует, чтобы ты не забыла меня. Лучшее в стране на телерадиоканале Страна ФМ ведущая Александра Хайрулина. А у нас сегодня в гостях Александр Вылых, поэта, да величайший поэт современности, что я все просто поэт да поэт. Я скромный человек. Саша, я очень хочу узнать твое отношение к рэп-баттлам, вообще к рэп-культуре, но если можно, недолго, не будем много времени, потому что у нас осталось всего мало. Меня удивляют и поражают ребята, которые могут, которые могут, это называется жанр фристайл. вот, в жанре онлайн, в реальном времени, в реальном времени, они могут сочинять, рэповать, рифмовать, это особый склад ума нужно иметь. И меня это всегда поражало и восхищало даже в какие-то моменты. Ну, вот тот же там Доминик Джокер, это умеет делать очень здорово. или там такой Саша Белый и Апель, ну, да, кто-то из вот таких вот рэперов, которые это делают в живом времени. А то, что вот имеют просмотры на Ютубе, эти батлы, там, Оксимирон, Гнойный, но ребята, они, безусловно, начитанные, но они готовят это все заранее. Это все заранее пишется, да. Вот, и здесь, конечно, ну, просто как некий такой модный контр-культура. Но само по себе там любопытно. Они-то начитанные, но те, кто зачастую это смотрит и слушает, как правило, не всегда, не всегда начитанные. Для них это, ну, а вот для них вот это вот то произведение, на которых нужно расти, так кажется. Это больше жонглирование словами. Не дрессировка, а жонглирование, за которым, ну, как правило, там, ничего глубокого не стоит. И мне кажется, это тоже зарабатывание денег. И тоже абсолютно, да? Мы видим массу примеров, когда даже ребята говорят, участвуют в баттлах, что я никогда ни на какие каналы стоит кому-то только пригласить в любое шоу, и все тут же соглашаются охотно. Хочу немножечко, хотя крайне мало времени, про дружбу с Вадимом Степанцовым спросить. Какая-то удивительная, редчайшая дружба вас связывает? Ну, мой близкий друг и давний, давний дружок мой, Вадим Юрьевич Степанцов, как он сам о себе иногда шутливо говорит, что внебрачный сын Юрия Антонова, вот, с этим связано очень много веселых моментов, когда Антонов от него шарахался, он говорил, папа, дай денег. Вот, Вадим уникальный человек, по большому счету это вот, он прародитель таких явлений, как Ленинград. Группа Ленинград, да? Конечно. Вадим, это вот родоначальный. Вы часто вместе выступаете, да? Я знаю. Сейчас не часто, но выступаем. Я прихожу к Вадику с большим удовольствием, он приходит ко мне, мы читаем новые стихи, и, конечно, это мой близкий друг. На ближайшие даты творческий вечер твой какой-то химичный вечер? что пока ближайшая дата, это 5 февраля, в день моего рождения, когда я обязательно устрою... Традиционная встреча, быть поклонниками. У нас осталось полторы минуты. Дорогой Саша, поздравь, пожалуйста, страну или пожелай, если есть такое желание и возможность. Конечно. Я не буду скрывать, что в кустах в кустах рояль. Вот. И новогоднее я обязательно пожелание прочитаю. Пусть наши лица в Новый год печалью не туманятся, пусть у тебя, родной народ, все в жизни устаканятся. Пусть дорожает нефть и газ, чтоб нам не сильно париться, и пусть на Новый год у нас все в жизни скипидарится, и пусть зашьют трубопровод, откуда деньги тырятся, чтоб мы могли на Новый год как надо оттопыриться. Пусть сюда трудовой экстаз, как будто пиво пенится, и пусть на Новый год у нас все в жизни забубенится, пусть все недоброе помрет, а доброе подымется, и пусть у нас на Новый год в бокалах запузырится. Друзья, с наступающим! Александр Вулых, Саш, спасибо большое. Невероятно приятно. Спасибо. Happy New Year. Happy New Year. Здоровья, и чтобы мир был так прекрасен и красив, как ты сейчас в этот момент. Спасибо большое, Саш. Твои слова и строчки тоже украшают, и делают нашу жизнь гораздо радостнее и приятнее. До новых встреч, скажем тебе и ждем с огромным удовольствием в следующем году. Я думаю, что у нас будет очень много встреч. Александр Вулых. Редактор субтитров,